здравствуйте в эфире программа про здоровье и с вами раиса кия сегодня у нас в студии заведующая женской консультации врач акушер гинеколог бархатова лариса владимировна здравствуйте перед нашей беседы я пролистала очень огромное количество форумов женских и сейчас расходится мнение как все-таки рожать кто-то за естественные роды кто-то за кесарево сечение причем как я знаю что кесарево все-таки больше по показаниям делается сейчас какая больше идет тенденция и почему последнее время конечно же мы выступаем за естественные роды за грудное вскармливание и вот все что приближено максимально приближено к естественному процессу и ни один врач не сделает просто так кесарево сечение если на то нет показаний конечно же берется согласие матери советуется мать естественно с родственниками с семьей своей но на кесарево сечение должны быть строгие показания более того если было уже в анамнезе кесарево сечение то есть предыдущие дети рождены были путем кесарево сечения мы можем пересматривать пересматривать течение дальнейших родов в пользу естественных родов потому что это больше считается что ну нельзя делать то что нельзя как говорится да сейчас слава богу есть очень много и на каждый случай у нас есть клинические рекомендации которые у нас внедрены в практику это четко оговорены показания и против показания кесарево сечение естественным родом естественно вот я например сейчас вам расскажу случай из практики да одна моя знакомая у нее проблемы со зрением там проблемы со здоровьем у него были первые роды но она пошла на естественные роды это было ее желание ее решение сейчас начались очень серьезные проблемы как все-таки отговорить от того что не нужно делать если есть показания проблемы со зрением ли может быть еще с чем-то как все-таки предупредить это если на этот вопрос сложно наверное ответить потому что медицина не терпится слагательного наклонения да если бы да если бы не факты пошла на естественные роды или это как бы сложно доказать что это именно из-за этого произошли какие-то осложнения каждый случай нужно разбирать индивидуально и зрение ухудшается независимо от родов да ведь это не значит что все кто не рожали у них всех отличное зрение и те же гинекологические заболевания появляются и нужно смотреть что там случилось в родах почему оно случилось случилось бы она в любом случае как я уже сказала я повторюсь что должны быть соблюдены строгие четкие показания и нельзя от них отступать потому что они не просто так у нас утверждены не просто так разработаны они разработаны основываясь именно на доказательную медицину то есть на основании многих тысяч наблюдений и выработаны что именно вот в этом случае нужно поступить вот так в этом случае вот по другу как только будущая мама у нас поняла что она беременная какие ее дальнейшие действия когда стоит уже становиться на учет женскую консультацию что я хочу сказать что конечно же желательно становиться еще до беременности прийти к врачу и заняться так называемой предграйдарной подготовкой но если не получилось эта ситуация это не вышло так то конечно же как только женщина узнает что она беременна а признаки это разные это от задержки месячных то плохого самочувствия в виде диспепсических явлений усталости сниженного давления так дальше то есть я рекомендую приходить сразу не ждать 8 10 недель потому что на данном этапе есть мероприятие которые мы рекомендуем всем беременным например например прием фолиевой кислоты если это не было начато до беременности так называемой подготовки к беременности препараты йода также они не абсолютно всем но очень многим они показаны которые тоже потому что у нас зона эндемична по йоду у нас недостаточно йода в пище и для того чтобы предупредить многие заболевания матери плода будущего ребенка нам нужна коррекция коррекция по витаминам коррекция по железу то есть чем мы раньше обследуем женщину чем раньше будем знать иметь все сведения здоровье тем раньше мы сможем скорректировать их тем лучше результат у нас будет более здоровый ребенок вот вы сказали про менструальный цикл правда ли что бывает ли так точнее что наступила беременность а вот менструальный цикл все равно продолжается или это какой-то все таки сбой происходит нормально ли это ну в принципе да бывают такие случаи особенно у возрастных женщин когда месячные это 20 недель приходит когда уже 20 недель беременности и в 25 и говорят о том что месячные идут но как правило как правило это необычные месячные то есть не такие которые были до беременности это редко случается но это случается да недостаточно идет торможение вот этих вот процессов то есть считается что недостаточный гормональный фон но тем не менее беременность вынашивается сохраняется и рождается нормальные здоровые дети а что тогда делать вы говорите что это ненормальные что это значит а что значит ненормальный месячный я имею ввиду что необычные необычные то есть как правило они менее обильны меньшее количество дней как правило они нерегулярные но это все равно что-то происходит вот какие-то можно заподозрить то есть это пьются какие-то специальные препараты чтобы это все прекратить да на какой-то цикл или они сами прекращаются это правило после 20 недель когда включается уже во всю плацента вырабатываются гормоны плацента месячным прекращаются и тогда уже и женщины эти приходят к нам правда ли что щитовидная железа и вообще женские половые гормоны они влияют на беременность то есть очень сложно запеременеть если они сдают сбой естественно до 4 железа у нас стоит над всеми железами внутренней секреции и в том числе над женским половыми гормонами и когда существует бесплодие когда приходят пары которые не могут забеременеть конечно в плане обследования прежде всего это гормоны щитовидной железы и женские половые гормоны потому что увеличение или уменьшение начиная там женские гормоны начиная с пролактина увеличение не могут забеременеть там либо снижение того того же прогестерона который не дает чаще всего вынашивать беременность то есть происходит выкидыши неразвивающиеся в данном случае ну то есть вообще в принципе за своим здоровьем особенно за щитовидной железой за женскими половинами гормоны надо уже когда надо уже начинать следить когда у нас уже сформирован получается женский организм да когда у нас после пошли первомичные или когда девушка начала уже жить половой жизнью ну вообще-то наверное я считаю что эта женская консультация закладывает как своими действиями своим правильными своей правильной помощью беременным женщинам вот это вот здоровье потому что все все начинается вот за рождение с рождения с внутриутробной жизни как правильно как будет скорректировано тоже питание витаминные поступления в организм женщины так будут как будут на этапе формирование органов как они будут заложены как будет заложено здоровье в внутриутробном развитии так оно и дальше пойдет а дальше только вот да дальше нужно следить всю жизнь нужно следить за своим здоровьем в общем самому-самому рождение ну и самое важное конечно прийти на прегравидарную подготовку то есть чтобы обследовать и заранее пройти все анализы заранее выявить болезни и хотя бы их если они не излечимы хотя бы перевести в стадию ремиссии ну и самое главное да вот скорректировать недостаточности нутриентные витаминные микроэлементов в организме лариса владимировна расскажите как подготовиться к родам у нас бывает так что естественно у нас первые роды мы переживаем мы не знаем как это все пройдет начинаем иногда нервничать как вообще вот правильно подготовиться к родам вы знаете нас консультации помимо того что мы оказываем медицинскую помощь мы еще конечно же оказываем психологическую и может быть учебную помощь беременным женщинам супружеским парам то есть у нас существует школа матерей и там действительно учат гигиене навыкам ухода за ребенком и в том числе как правильно себя вести в родах как подготовиться к этому процессу занятия ведут и психологи и гинекологи и стоматолог педиатры то есть у нас такая вот разнообразная школа кроме того это бесплатно кроме того мы очень тесно работаем с нашим роддомом кстати наш роддом министерстве называют перинатальным центром знаете об этом перинатальный центр второго уровня который имеет все необходимое для родов для выхаживания все реанимации особенно на этом ударяю потому что до сих пор почему-то женщины одинцовского района думаю что у нас нет реанимации насти разнообразной реанимации для матери и для детей и второй этап выхаживание так дальше но это немножко отвлеклась да то есть помимо того что у нас есть школа матерей такая же школа матерей существует в одинцовском роддоме есть платные есть бесплатные на любой выбор на любой кошелек и очень довольные женщины это очень большая помощь то есть те кто занимается то серьезно готовится сначала беременность потом к родам к воспитанию ребенка к уходу за ним в тех это весь процесс приносит только удовольствие рождаются вырастают здоровые умные дети то есть даже что касается психолога чтобы потом предотвратить пострадавую депрессию на вот чтобы этого не было чтобы наши мамочки были здоровы и правильно уже понимали что да ты сейчас мама у тебя есть ребенок и все хорошо да конечно психолог все эти занятия проводит сначала он снимается страхи которые перед родом потому что страхи они же наверное нарастают это все сначала их нужно снять его время беременности и потом корректировать если что-то где-то появляется ну и кроме того он еще готовит рассказывает как вести себя в родах указывает на то что грудное вскармливание это очень важно как правильно его подготовиться к нему как не запустить не упустить момент чтобы молоко появилось чтобы ребенок имел полноценное питание вот мы с вами поговорили про естественные роды про кесарево сечения но есть еще такая тенденция сейчас особенно пошла у наших артистов и вообще в принципе на такое понятие как и по все-таки врачи за и ку или против если какие-то пока показания кому-то можно делать и кому и ку а кому-то нет но что я могу сказать про и кула что конечно это каждый метод должен иметь свои показания противопоказания по желанию и ку если это здоровая женщина ну это неправильно делать потому что и ку имеет достаточно много осложнений это достаточно серьезный удар нужно сказать да нагрузка на организм гормональная так дальше но если в том случае если нет другого метода достижения материнства конечно мысо и мы очень серьезно готовим к этому серьезно обследуем и предпринимаем многие меры можно предпринять для лечения чтобы женщины забеременела естественным путем и нам очень часто наверное это с помощью да не только это наша заслуга а общая заслуга женщина беременеют а если это не получается либо какой-то абсолютный фактор там отсутствие трубы и так дальше то если мужское бесплодие то естественно там будет только и ку и это почему нет государство этому уделяет тоже большое внимание выделяет большие деньги на квоты это все бесплатно то есть мы тоже это приветствуем как один из методов достижения можете рассказать какой-нибудь такой случай который вам запомнился больше всего на вашей практике ну так сложно сказать что какой-то случай запомнился наверное все случаи индивидуальные все случаи которые когда ты идешь к этому когда начинаешь еще до беременности готовить пациентку когда сложные беременности когда много потерь бывает и потом все таки нам удается огромными усилиями с нашей стороны стороны семейды и прежде всего это работа самой беременной женщины когда появляется этот малыш кричащий да рущий на такой приятный когда они с нами делятся присылают буквально через пять минут после рода фотографии это очень приятно всегда это действительно это на самом деле это чудо это чудо природа чудо природы я еще с вами хотела обсудить такую проблему как резус-фактор резус-конфликт что делать если например у мамы резус-фактор положительный у папы отрицательный как я знаю это такая история как он может быть выкидыш как вот это вот предотвратить значит смотрите если у мамы положительный у папы отрицательный ничего не делается 2 2 случай когда у мамы отрицательный то есть отсутствие а у папы положительный то есть присутствие этих белков резус резус резусных белков в этом случае да поскольку и если в этом случае плод положительный плод что же имеет свой резус это как бы ребенок это отдельный индивидуум и он если у него положительный резус это один вариант если отрицательный то это другой вариант если резус отрицательный да начнем с лучшего то здесь никаких последствий не для матери не для ребенка не будет если же ребенок положительный то есть присутствует чужеродный белок и начиная где-то с 6 7 недель эритроциты плода попадают в кровоток матери и вот на этот чужеродный белок могут вырабатывается антитела и вот это вот в зависимости от того как эти антитела вырабатываются сколько механизм до конца не изучен но тем не менее вот этот когда уже вырабатываются антитела они определяются в крови вот это уже называется резус конфликт конфликт как правило первая беременность она протекает без конфликта очень редко когда это возникает если не было выкидыша анамнезе если не было абортов если не было переливание крови вот почему очень важно женщинам не делать аборту принципе а у кого резус отрицательная кровь тем более в 28 недель либо после малейшего кровотечения во время беременности водится антирезусный гамма-глобулин его функция как раз связывать вот эти вот ретроциты плода и тогда мы нивелируем эти все процессы это в 28 это после родов для того чтобы дальнейшие роды дальнейшие беременности протекали без осложнений для того чтобы мы как правило всем водим это антирезусный гамма-глобулин он бесплатный омс есть правда нюанс который есть обследование на которые не входят в мс сейчас наука очень сильно продвинулась в этом направлении то есть есть анализы которые определяют уже резус плодра внутриутробно это по крови матери и тогда если определяется там четко определяется если он отрицательный то конечно же и это не нужно делать не в 28 недель не после рода но после рода уже определяется в роддоме резусы там уже как бы да там же можно определить по крови и тоже если резус отрицательный ребенок то иммуноглобулин не вводится а вот если какие-то анализы или может быть какая-то методика когда можно выявить в дальнейшем заболевания ребенка то есть сейчас в виду хромосомные нарушения ну да 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 на это сейчас уделяется очень много внимания начиная вот там тестирование будущих родителей да какая у них совместимость какие предполагаются что может быть что не может не может быть у детей и в дальнейшем на протяжении беременности конечно у нас существуют тесты у нас существуют скрининги первый скрининг это 12 недель когда и кровь и узи делается на узи и сейчас очень хорошие аппараты и мы очень много видим не надо сказать что вот недавно годовые отчеты были перинатальных ультразвуковистов и в общем-то наша больница на высоком уровне по выявлению и у нас не было ни одного случая пропуска это очень важно очень хорошая служба у нас в этом отношении значит мы делаем узи и берется кровь в это же время в этот же день день и кровь на выявляемость самых распространенных хромосомных нарушений тогда он это 37 я 18 13 и кроме того по узи еще можно видеть косвенные признаки каких-то 100 процентов конечно не бывает диагностики но очень много видят косвенных признаков нарушений хромосомных нарушений кровь анализ крови делается только в маниаке вот в одном месте во всей московской области очень хорошая грамотная высококачественная лаборатория можно сказать и тогда если что-то выявляется мы принимаем какие-то меры то есть дальнейшее обследование консилиумы и так дальше следующий скрининг только ультразвуковой это в 20 недель беременности когда уже манифестируют те пороки те нарушения которые мы не видим 12 недель следующие уже которые совсем это в 30 недель то есть благодаря вот такой вот многоступенчатой программе обследования да мы достигли очень хороших результатов то есть можно было на предупредить можно 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 предупредить во всяком случае хотя бы знать до родов если есть какие-то пороги как я сказала что не все маленьких сроках видимо если мы знаем уже до родов что ребенка вот не повезло ему есть какой-то порог мы тоже можем что-то сделать мы можем его госпитализировать в то учреждение которое окажет ему помощь вовремя его не нужно будет никуда возить и у нас эта маршрутизация по области разработана есть перинатальные центры которые специализируются там на них заболеваниях на других так дальше то есть это все на серьезном уровне у нас происходит тщательно то есть наши будущие мамочки могут даже не беспокоиться о том что если вдруг что-то выявили что не надо бежать на голову и кричать что делать не надо бежать надо только приходить врача врачам именно вот областной больнице одинцовской областной больницы потому что у нас это все вот этот этап и все маршрутизация отработана очень сильно очень хорошо я с вами еще хотела на такую тему поговорить влияет ли наше питание на женскую флору то что вот есть даже пример как только девушка поесть что-то жирное или что-то какой-то такой продукт да не очень хороший у нее сразу она сразу начинает чувствовать дискомфорт правда ли что действительно питание а что делать тогда в таких случаях ну во первых нужно как правило это у тех пациентов тех женщин которых есть хронические какие-то дисбиозы влагалище хронические кальпиты цирвициты то есть есть скрытая или скрытая или вялотекущая инфекция известный фактор до что эти инфекции они любят определенный паш влагалище и такие продукты как например углеводы сахар острые в том числе да они меняют чуть-чуть паш чуть-чуть меняют но микробам это нравится и они начинают там размножаться поэтому чтобы от этого избавиться конечно же нужно пройти курс лечения другого выхода нет но идея ну и правильное питание соблюдать это само собой одним читанием конечно же не вылечишь все то есть нужно совместно симбиоз с врачом это вообще пошла тенденция на правильное питание здоровый образ жизни это все очень правильно это не пустые слова это действительно так но повторюсь что это не панацея это все лечится есть такое понятие да когда у нас девушка беременная у нас даже взрослое поколение начинает говорить ну все можно есть двоих вот нужно ли себя ограничивать во время беременности и нужно ли себя ограничивать после родов в питании то что бывает так что девушки набираются 20 там 30 килограмм а кто-то вообще не набирает вот нужно ли себя ограничивать в питании? Ну, это не совсем правильная подстановка вопроса. Не то, что вопроса, не совсем правильное понимание ситуации у пациентов, у беременных, у их родственников. Беременность – это не болезнь. Это такая фраза. И еще фраза есть, что не нужен фанатизм нигде. То есть, если человек забеременел, ему нужно сходить на консультацию к врачу, чтобы что-то скорректировать, но не нужно думать, что это вот что-то неестественное. То есть, нужно вести себя так, как вели, но без каких-то без фанатичных увлечений. Конечно же, нужно исключить вредные продукты. Конечно же, нужно желательно исключить курение. Но я уже не говорю о вредных привычках. Это все плохо влияет на плод. Это приводит к гипоксии внутриутробной, к страданию плода и в дальнейшем, конечно же, к болезням у новорожденного и у детей. Но есть за двоих, нет. Есть за двоих нельзя. Ограничивать себя тоже нельзя. Если человеку хочется кушать, конечно, нужно кушать, но нужно правильно. Именно вот правильно питаться. А принципы правильного питания это всем известно. То есть, заходи в интернет, правильное питание, все что угодно. Прежде всего, это частое и дробное. Потому что, вот, когда приходят, допустим, что же приемы веду, говорят, ой, да я уже ничего не ем, а я прибавляю. Говорю, вот неправильно, что вы ничего не едите. Если вы едите утром, вечером, это катастрофа. Это категорически запрещается. Кушать нужно часто, небольшими дозами, и правильное, чтобы питание было естественным. Вот тогда не будет большого веса. И нельзя ограничивать воду, там, жидкости. Если на то нет причин, если пациент здоровый, если у пациента есть какие-то заболевания, то это все только с врачом обговаривается и решается. А если здоровая беременность, относительно здоровая, можно сказать, то естественное поведение, оно должно быть всего лишь. Вот вы сейчас сказали про воду, контроль воды и все остальное. Как сделать так, чтобы беременная мамочка сильно не отекала? Ну, это не от воды зависит. Это, если это не зависит от каких-то внутренних заболеваний, то это очень часто связано как раз с неправильным питанием, как раз с вредными продуктами. Потому что если посмотреть на наши продукты питания, которые, вот, фастфуды, которые готовые в магазине мы покупаем, которые, там, колбасы, консервы, да, сладости, да, конфеты. Ну, посмотрите состав. Ну, разве может нормальная поджелудочная железа, нормальный пищеварительный тракт это переварить? Он не переваривает, но оно проникает, потому что в процессе эволюции организм еще не выработал к нему какие-то методики, методы защиты. И оно проникает вот все эти, там, соли, консерванты, которыми обрабатывают нашу пищу. И оно в межклеточном пространстве откладывается, грубо вот такую схему, да, и тянет, как бы, на себя воду. Вот поэтому идут отеки. Ну, это элементарное объяснение. Да, есть уже там объяснение, когда есть нарушения, когда давление, когда вот другие нарушения. Тогда, да, тогда нужно это все лечиться. Нужно лечить только у врачей, у больницы и так дальше. А начинается все именно с нарушения питания. Ну, это действительно так и есть. Ограничивать нельзя. Вот говорят, что ты не пей. Ну, это раньше так говорили, сейчас категорически запрещают ограничивать. Все равно организм будет, если вы выпьете литр или пол-литра, он задержит эту жидкость. Он любую задержит, все, что будет. И толку от того, что будут ограничивать жидкость, никакого. Я еще, наконец-то, нашего диалога хотела, вот такой, чтобы вы развеяли, может быть, это действительно миф или правда. Когда девушка у нас беременна, становятся уже будущей мамочкой, нам говорят, не надевай каблуки, не перекидывай ногу на ногу. Даже в детстве, я помню, бабушка говорила, нельзя вязать, потому что пуповина может обвязаться вокруг ребенка. То есть, есть какие-то такие вот мифы, которые у нас еще идут от бабушек, прабабушек и так далее. Это вообще все правда или нет? Вот даже еще говорят, что нельзя красить волосы. Это плохо влияет на ребенка. Ну, давайте разберем. С чего начнем, не знаю. С чего начнем? Начнем, например, с запрокидывания нога на ногу. Это неестественное положение. Когда запрокинуть и две минуты, так посидеть, или пять минут, это один вариант. Когда все время, целый день, так сидят, допустим, за столом, здесь элементарно пережимаются сосуды и нарушается как бы отток крови. То есть, не зря же говорят, нужно очередовать отдых с физическими упражнениями, особенно у беременных. Что касается вязания, ну, не так много у нас сейчас вяжет и ушет, но обвитие пуповины мы видим часто. Это может быть обвитие вокруг шеи свободное. То есть, пуповина, она длинная, она где-то должна лежать. И она обвит вокруг туловища, вокруг шеи и так дальше. Никто не знает, с чем это связано, это еще не доказано. По поводу волос красить. Да, краски, они очень бывают ядовитые, химические, с аммиаком, с какими-то фенилами, вот этими содержащими, да, это вредно. Это, конечно же, оно всасывается, особенно в первом триместре вредно. Но красивой быть никому не запретишь. И в настоящее время очень много есть красок, начиная там с оттеночных каких-то шампуней, гелей, заканчивая теми же старыми, хна, басма, которые являются органическими. То есть там органические красители, да, они не такие долгоиграющие, как и, кстати, чем больше, дольше держится краска, тем более химически она реактивна. То есть тем более вредна она для организма и даже для небеременных, для кожи, для нашей. Поэтому ко всему нужно разумно подходить. Ну, наверное, я бы сказала, что нужно отказаться от таких ядовитых и реактивных красок. А если уж хочется, то использовать более такие натуральные, биологические, да, органические, как сейчас говорят, да. А еще по поводу каблуков. Каблуков. Да. Обувь должна быть и у небеременных, там, по-моему, до 7 сантиметров, до 7 сантиметров. Конечно же, если женщина все время ходит на каблуках, это один вариант. Если она ходит на низком каблуке во время беременности и потом надевает высокий каблук, я бы не рекомендовала это делать, потому что включаются мышцы и в том числе может быть даже от слуха плацента, если это длительное будет хождение. То есть это на самом деле не физиологично, это вредно. Это настолько действительно опасно, да? Это опасно, да. Ну, если вы одели каблучки и перешли там где-то или посидели как всегда. Ну, на праздник. Пожалуйста, да, на праздник где-то. Ну, опять-таки, под бдительным наполюблением за своим здоровьем. Лариса Владимировна, на самом деле у меня очень много вопросов, и все, мне хочется с вами их обсудить, но, к сожалению, наш эфир, он подходит к концу. Я обязательно, обязательно вас еще к нам позовем и обсудим еще другие оставшиеся вопросы. Спасибо, приглашайте. Спасибо вам огромное за столь действительно очень интересную, полезную беседу для... Я надеюсь, да. ...любых девушек, мамочек и абсолютно любого нашего населения. Спасибо вам огромное. Спасибо, Рай. Это уже было интересно с вами побеседовать. Ну, а с вами была программа «Про здоровье». Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова